Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале альтернативного блога «Обиденье». С вами Андрей Курейчик и это реплика. Друзья мои, в России очередная культурная трагедия, очередная катастрофа. И удар пришел, откуда не ждали, от организации, которая занимается сохранением культурного наследия в мире, от ЮНЕСКО, одного из подразделений ООН. Чтоб вы думали, эти мерзавцы сотворили. Они ударили в самое сердце российской кулинарии, в самое сердце русской кулинарной традиции. Они признали, та-та-та-та, борщ украинским. Вот, друзья мои, официальное сообщение. Культура приготовления украинского борща внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в немедленной охране. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко. Битва за борщ выиграна Украиной бесповоротно. Я скажу, как по мне, потеря борща – это пострашнее, чем потеря Змеинова для Российской Федерации. Ведь они-то думали, что борщ их, а борщ – он украинский. И теперь во всем мире каждый человек, который будет есть борщ, будет знать, что он поддерживает Украину и сохраняет культуру приготовления этого самого украинского борща. Почему ЮНЕСКО решило, что культура приготовления борща нуждается в немедленной, подчеркиваю, охране? Потому что они, эти подлые оккупанты, могут что сделать? Подыменить украинский борщ своими российскими щами и называть это борщом. Но этого мир не допустит. Я скажу, что по поводу борща уже высказывались российские официальные лица. Были целые брифинги. Например, свою грозную позицию, как бы предупреждающую это чудовищное решение, этот страшный удар по российской кулинарной культуре, высказала и знаменитая уже на весь мир, знаменитая на весь мир алкодипломат, или алкодипломатичка, ну или просто алкоголичка, потому что трезво ее редко видят на брифингах Министерства иностранных дел Мария Захарова. Ну, тогда она заявила следующее. Средник культуры в первую очередь. Даже книги о кулинарии, а они тоже запрещались. Почему? Ну, вы видите, что она пьяная в дупель, просто еле на ногах стоит, но что-то языком пытается ворочить. Ну, потому что нельзя было делиться борщом. Ну, нельзя. Он должен был принадлежать только кому-то одному. Вот только кому-то одному, какому-то одному народу, одной национальности. А так, чтобы он был общий, и чтобы в каждом городе или в каждом регионе каждая хозяйка могла приготовить его по-своему, нет. Но компромиссы идти не хотели. Так это и есть то, о чем мы говорим, ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах. Но я скажу больше, и бытует мнение, что Россия начала эту кровопролитнейшую со времен Второй мировой войны агрессию против Украины именно из-за борща, чтобы не допустить переход прав на борщ в Украину. Потому что, и правильно говорит алкогольвица, это нацизм. Борщ это нацизм. Ведь каждый может готовить его по-своему. И это вообще нелепо, когда какая-то нация присваивает к себе какие-то блюда. Разве суши это японские? Нет. Суши рестораны есть в Москве, значит это российские суши. Пицца это итальянская? Нет. Бредятина? Есть пиццерии в Москве, значит это российские пиццы, российское блюдо. Ну, я уж не говорю про это вкусные точку. Да, там это вот чисто российская рецептура. Короче говоря, вот эта позиция мирового сообщества, что некоторые регионы, некоторые страны имеют права на свои блюда, это нацизм. Это экстремизм. Чтобы победить, собственно, этот нацизм и экстремизм, чтобы вернуть борщ россиянам, и была объявлена специальная военная борща-операция. Пока идет, к сожалению, ни шатка, ни валка. Российские войска попытались взять столицу, столицу нацистского борща Киев, и ответвление этой столицы Чернигов получили по сусалам, отошли. Но ничего, ничего. Зато Захарова, узнав эту новость, впала, к сожалению, в очередной запой. Я должен сообщить, тут надо что-то делать. Это просто страшно, как это выглядит. И у нее возникла новая идея. Идея в том, что, значит, вот вы знаете, что Россия препятствует вывозу украинского зерна, но проблему эту должно решить кто? Зерно. Зерно должно обратиться в высшие инстанции, и, соответственно, с зерном надо провести необходимые переговоры. Не верите? Ну, вот это она рассказала, собственно, в процессе запоя, который, видимо, еще сопровождался курением и занюхиванием чего-то еще. Потому что такого, честно скажу, я еще от официальных представителей каких-либо держав не слышал никогда. А допрос пшеницы в Британии будет проведен? Я считаю, что это обязательно надо сделать. Запротоколировать показания. А допрос пшеницы в Британии будет проведен? Я не знаю, мне кажется, что тут уже доза алкоголя, она близка к летальной. Пшеницы. Привести свидетелей, устроить очную ставку пшеницы с пшеницей, ну и, конечно, завершить это все генетической экспертизой. Найти, наверное, еще пропавших родственников. Так сказать, чтобы колосок к колоску. Любопытные идеи. Ну, вы знаете, в алкоголическом бреду и не такое говоришь. Допрос пшеницы – это типичный случай. Помните, как в фильме «Операция»? Не, это было. «Кавказская пленница», да? Белая горячка – типичный случай. Но просто послушайте этот говор. Это вот просто все говорит о дипломатии, российской дипломатии сегодня. А допрос пшеницы в Британии будет проведен? Я считаю, что это обязательно надо сделать. Запротоколировать показания пшеницы, привести свидетелей, устроить очную ставку пшеницы с пшеницей, ну и, конечно, завершить это все генетической экспертизой. Найти, наверное, еще пропавших родственников. Так сказать, чтобы колосок к колоску. Ну, есть еще предположение, что все-таки тот самый дипломатический самолет из Аргентины, или откуда он там, из Колумбии, с тонной кокаина все-таки долетел до Москвы, и, наконец-то, чиновники в России получили свои дозы. Вот. Тут тоже, тоже можно предположить. Ну, чтобы такое нес, я повторяю, официальный представитель Министерства иностранных дел, якобы великой державы, ну вы меня простите. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- отстоять украину помогайте пожалуйста защитникам украины и полку калиновского как это сделать вот верху и вот внизу увидимся на стримах и в репликах это был андрей куречек всем пока